Что такое инфляция? Это увеличение цены товаров и услуг в общих чертах. Когда инфляция высока, люди вынуждены тратить больше денег на те же услуги и товары, которые они ранее могли получить по низкой цене. Каждый раз, когда публикуется информация об уровне инфляции в стране, многие удивляются. Кажется, что цены растут быстрее зарплаты и уровней жизни. Думается, что Росстат занижает эти показатели. Почему так происходит? Откуда берутся эти цифры? Вообще, инфляция измеряется во многих отношениях, а индекс потребительских цен – наиболее распространенный метод. Индекс потребительских цен – это показатель, который показывает, на сколько процентов за какой-то период времени изменилась стоимость потребительской корзины для среднестатистической семьи. Для улучшения понимания надо разобрать еще одно понятие – потребительская корзина. Потребительская корзина – это минимальный набор продуктов и услуг, которые необходим человеку для поддержания нормальной жизнедеятельности. В России у него уходит 510 номинований. У нас в стране она включает три главные части. Первые – продукты питания, такие как мука, овощные культуры, мясо, рыбные и молочные продукты. Второе – непродовольственная одежда, обувь, лекарственные. Третье – услуги для оплаты жилья за проезд на транспорте, связь и другое. В Чувашии мониторинг цен ведется в двух городах – в столице республики и в районном центре городе Канаш. Регистраторы цен лично посещают магазины, рынки и организации. Показания услуг вносят в мобильные устройства данные, которые сразу же в онлайн-режиме передаются в Росстат. Наблюдения за ценами осуществляются в магазинах, на рынках, в организациях сферы услуг АЗС. В республике у нас отобрано 962 базовые организации. При отборе организаций учитывается, что продажа в них или оказание услуг было достаточно регулярным. Включаются организации всех форм собственности, организационно-правовых форм. Включаются организации, которые расположены в центре и на окраинах. В процессе подсчета индекса потребительских цен сравнивается стоимость потреб корзины на начало периода и на конец. В результате можно получить картину о том, росли ли цены за тот или иной период или падали. В Чувашстате отмечают, в прошлом году в республике наблюдалось снижение цен на сахар и яйца. Стали дороже макароны, крупяные изделия, а также хлеб и хлебобулочные. Отметим, что стоимость условного минимального набора продуктов питания включает 33 номинования продовольственных товаров и определяется в расчете на одного человека в месяц. Ольга Лазарева, Пётр Куприянов. Новости Новочебоксарска.